ну что ж всем огромный привет я безумно рада видеть вас на своем канале и это строительство всему с 4 сегодня я вновь возвращаюсь для строительства в бриндлтон бэй потому что у меня в этом городе сейчас живет династия ну точнее одна ветка династии и конечно мне хотелось бы чтобы этот город выглядел куда более симпатичнее чем он выглядит сейчас и к тому же вот конкретно этот район в котором я сегодня строю соболия площадь тут оставался буквально один участок который я сегодня и перестрою он долго уже очень долго просился многие уже интересовались и спрашивали говорили что надо перестроить ветеринарную клинику в бриндлтон бэй поэтому вот вам ветеринарная клиника в бриндлтон бэй да еще и не просто ветеринарная клиника а ещё с дополнительными участками на одном участке скажем тогда то есть это не просто ветеринарка это в очередной раз многофункциональный участок который я безумно-безумно люблю и строите посещать их потом люблю мне кажется так гораздо интереснее давайте без долгих вступлений усаживайтесь поудобнее обкладывайтесь вкусняхами и присоединяйтесь к просмотру и прослушиванию данного ролика начну я с того что я наконец-то добралась у меня очень долго лежал макет этого здания и я каждый раз чего-то ходила вокруг него смотрела и не понимала нравится мне или нет в конечном итоге я половину тут переделала конечно же потому что вот то что я тут изначально себе придумывала но 10 раз все видоизменилось изначально здесь вместо там боулинга было одно вместо паримахерской было другое ну короче тут было столько всяких возможных вариантов общественных заведений что можно с ума сойти но я остановилась именно на этих трех общественных заведениях и мне этот выбор очень нравится мне кажется это самые такие необходимые что ли вещи периодически пригождающиеся и для досуга и просто для интересного геймплея по крайней мере у меня так не знаю как у вас если что можете поделиться своим мнением в комментариях в какие участки именно общественные вы со своими персонажами ходите чаще всего не знаю например там буллинг или может быть какой-то парк бассейн спортивный зал может быть магазины часто посещаете со своими персонажами в целом поделитесь senin нем а я чаще всего конечно посещаю либо какие-то необходимые места по типу ветеринарных клиник периодически приходится если в династии есть животные хотя это требуется не часто но все-таки периодически возникает некая потребность отвести животное к ветеринару также я иногда использую какие-то магазины с одеждой разнообразной одежды будь то там нижнее белье платье костюмы на свадебные наряды еще что-то просто одежда часто использую спортивные залы парки рестораны кафе в общем я очень много всего и заю постоянно в чем-то нуждаюсь и вы кстати тоже вы часто мне пишите и отзываетесь на мои вопросы и помечаете в комментариях чего вам не хватает в игре каких участков за это вам огромное спасибо мне это безумно помогает понимать что мне строить в большем количестве что в меньшем поэтому тут тоже можете высказаться если еще не высказывались потому что возможно есть такие люди которые еще не успели скажем так написать комментарий со своими пожеланиями здесь вы можете это сделать я открыто собственно для предложений все обязательно почитаю и возьму во внимание для того чтобы в дальнейших стройках это учесть этот участок который я взяла под застройку размером 40 на 30 и это последний участок в районе соболья площадь что меня очень радует да конечно же в бриндлтон бэй еще есть два получается района в которых еще есть что строить и там с ними конечно есть некоторая трудность по крайней мере с одним центральным районом который и не помню как он называется там не стоит вот эта кафешка у причала вот вот этот район там где собственно вот этот вот коктейли клуб стоит в общем вот этот райончик у причал а вот с ним у меня есть некоторые трудности не знаю почему но у меня очень туго там что-то вырисовывается возможно со временем все но нет нет я придумаю но даже с этим участком вот который я строю сейчас у меня были какое-то время трудности но потом со временем все само по себе пришло и как-то стало на свои места я особо не тороплюсь я никуда не гонюсь я думаю что рано или поздно ко мне придет понимание как я хочу видеть бриндлтон бэй в полном скажем так составе до в полной перестройки но пока просто плавно двигаемся к своей цели вот что я могу сказать по стоимости этот участок вышел на 321 тысячу семьсот тридцать семь миллионов это очень много но участок многофункционально здесь очень много объектов и декора и каких-то геймплейных объектов нужных для той же ветеринарной клиники потому что здесь очень много всего давайте наверно начну свой основной рассказ с обсуждение ветеринарки потому что это первое что я начала строить и этот весь участок вообще затевался ради ветеринарной клиники конечно же в бриндлтон бэй просто обязана быть ветеринарка почему потому что это город который пришел к нам с дополнением кошки и собаки и разумеется пришла карьера ветеринара поэтому очевидно что здесь должна быть ветеринарная клиника и она тут просто жизненно необходимо потому что вокруг то и дело снуют персонажи за животными и поэтому конечно долгое время я ничего не могла придумать меня это коробило но сейчас на данный момент я рада что я не построила здесь просто коробку для ветеринарки как-то смогла это все дело совместить и обыграть опять же в очередной раз сама ветеринарная клиника получилась двухэтажные на первом этаже расположились общие зоны по типу приемные вот там где вы можете записать своего питомца на прием к врачу посидеть подождать купить ему какие-то лакомства лечебные в принципе такая зона ожидания и зона записи там же питомец может покушать там я очень много поставила мисок самонаполняемых точнее сама регулируемых насыпку корма как вот эти автоматические миски кормушки для животных для того чтобы котики собачки могли покушать если вдруг они голодны также на первом этаже располагаются две приемные для питомцев до кошечка для собачек в принципе я сильно не разделяла их но если внимательно смотреть настройку то можно заметить что в этих приемных разные плакаты в одной висят плакаты исключительно с собачками в другой приемные висят плакаты исключительно с кошечками вот таким образом я пыталась показать что одна приемная только для кошек а вторая только для собак понятное дело что персонажей будут ходить как попало и они не будут следовать моему правилу к сожалению это пометить никак нельзя но хотя бы визуально я старалась их разграничить и разделить также еще на первом этаже есть одна скажем так такая коморка для персонала с лабораторией вот с этим химическим анализатором который нужно для того чтобы изготавливать лекарства и проверять какие-то анализы это потребуется для карьеры ветеринара если вы вдруг захотите поиграть в этой ветеринарной клинике и купить ее себе в собственность своему персонажу вот ну и конечно такие технические помещения как туалет и и для персонала и для посетителей тоже есть на первом этаже на втором этаже также располагается небольшая зона ожидания для хозяев с их питомцами с лавочками там с какой-то информацией стендами также с кормушками для животных и еще одна приемная мне показалось что двух приемных маловато потому что периодически на самом деле в ветеринарную клинику бриндлтон бэй приходит большое количество хозяев с их питомцами прям какое-то неимоверное меня это иногда поражает и я подумала что наверное трех приемных для осмотра будет очень даже неплохо не будет толпучки не будет дикой очереди только вопрос в том насколько хорошо будут ветеринары справляться со своей работой но пока я снимала катсцены я обратила внимание на то что 3 приемный на втором этаже ветеринары особенно не пользуются то есть они в основном пользуются только приемными на первом этаже во первых потому что наверное они более в легком доступе это очевидно но если будет большая нагрузка то я думаю и третий этаж они тоже обязательно будут использовать по крайней мере должны уж не знаю как получится на самом деле но сам факт что три приемных в ветеринарную клинику вместились меня это радует мне кажется этих приемных вполне достаточно при желании конечно можно добавить еще где-нибудь одну если допустим убрать какую-нибудь зону для ожидания там в принципе еще одна влезет но уже с натяжкой и также на втором этаже я разместила кабинет для операций ну вот как он называется я даже не знаю но с этими большущими аппаратами на которых и делают операции кошечкам собачкам они тоже нужны для геймплея и в принципе для того чтобы просто посещать ветеринарку вдруг вашему животному понадобится сделать какую-то операцию в общем все здесь есть все самое необходимое также есть лаборатория на втором этаже для того чтобы всякие анализы проверять там еще что-то я не помню что конкретно там делают ветеринары но собственно как из карьеры доктора химический анализатор нужен поэтому он здесь есть здесь есть целая лаборатория и также есть туалеты для посетителей и небольшая зона отдыха для персонала там где персонал сможет перекусить отдохнуть переодеться но в принципе как-то ну типа свой день немножечко разгрузить прийти в себя до отдохнуть сделать какой-то перерыв на кофе и что-то подобное короче в этой ветеринарке есть самое необходимое для того чтобы нормально здесь играть как просто в качестве посетителя так и в качестве человека который будет владеть этой ветеринарной клиникой я думаю что с играбельностью здесь все в порядке потому что пока опять же снимала кат-сцены я не заметила никаких трудностей с проходимостью персонажей все животные были вылечены все хозяева были довольны и ветеринары чувствуют себя прекрасно ну то есть все было отлично думаю что так и будет но если вдруг возникнут где-то маленькие трудности можно всегда что-то подвинуть убрать добавить наоборот ну короче уже каждый будет подстраиваться под себя исходя из того что ветеринарки в принципе работают довольно неплохо я считаю что здесь нет смысла заморачиваться там над какими-то моментами что-то досконально проверять потому что ветеринарной клинике реально всегда более-менее работают нормально без каких-то особенных серьезных проблем которые ты не знаешь как решить в общем ветеринарная клиника двухэтажная и кстати к ветеринарной клинике еще относятся и задняя территория всего вот этого здания на задней территории есть тренировочная площадка для собак во первых потому что в брендлтон бэй больше негде и и к сожалению разместить я подумала зачем территории пропадать если я действительно могу сделать такой мини-парк с тренажерами тренировочными для собачек чтобы хотя его со своими питомцами приходили сюда не только на лечение или какую-то профилактику а еще и просто чтобы потренировать своих питомцев обучить их новым навыкам да и в принципе если совместить приятное с полезным сходить к врачу дать собаке вкусняшку и пойти и и дрессировать так тоже можно я так уже неоднократно делала но уже в другой ветеринарки помните я строила ветеринарную клинику в виллоу крик там она тоже была совмещена с каким-то магазин по моему а с прачечной она была совмещена и вот сзади там тоже была тренировочная площадка я вам сейчас оставлю ссылку в правом верхнем углу обязательно посмотрите это довольно давний видос но в принципе мне до сих пор нравится это ветеринарная клиника я с огромным удовольствием ее посещаю поэтому гляньте если вдруг не видели вот там была такая же история и это точно так же к ветеринарной клинике сделала тренировочную площадку и мне эта идея очень нравится это удобно я это поиспользовала и поняла что это хороший вариант разместить тренировочную площадку рядышком с ветеринарной клиникой это логично также помимо ветеринарной клинике здесь разместился боулинг который я безумно хотела видеть в бриндлтон бэй не знаю как вы но мне почему-то его здесь не хватало я понимаю что наверно боулинг это не самый лучший выбор для бриндлтон бэй сюда вписываются более какие-то такие знаете кафешки ресторанчики рыбные что-то вот такое но мне хотелось видеть какой-то участок на в которой ты можешь прийти и попить караоке опять же до погонять шары и там не знаю поиграть в игровые автоматы просто выпить на например в баре короче развлекательное такое место да это не ночной клуб конечно же но здесь есть много всего интересного что в принципе приятно также боулинг получился двухэтажным вход осуществляется с первого этажа я там построил некую приемную место где можно получить ботиночки для игры в боулинг до переодеться снять верхнюю одежду ну в общем что то такое сделать понятно что персонажам все это не нужно они все делают автоматически но нам для реализма надо моя голова просто не может без этого поэтому приемная есть и уже сам боулинг находится на цокольном этаже там огромная площадь в которую вместилось все самое самое необходимое для боулинга и я решила не делать просто боулинг я решила совместить его с караоке с игровыми автоматами с настольным футболом играми в карты вот вот с этим всем с баром и с прочими штуками мне показалось что так будет гораздо интереснее и сюда можно будет интересно ходить с клубом собирать персонажей в группу либо в клуб и собственно ходить сюда играть в боулинг в петь в караоке это очень классно будет работать ты в принципе самим можно просто без клуба прийти да там не будет народу как правило в таких заведениях нет народу вообще потому что весь народ будет толпиться ветеринарной клиники так как лод я поставила ветеринарная клиника так как это основное заведение которое к сожалению без этого не будет работать а тот же самый bolling может работать на любом участке абсолютно на любом хоть на войте ресторан thôi на лоте витклиника хоть на лоте парк он в любом случае будет работать потому что ничего особенного для него не нужно поэтому bolling получился тоже довольно интересным мне кажется что это необходимое заведение для бриндлтон бэй потому что по сути сейчас на данный момент пока я еще не построила это место в бриндлтон бэй не было ни единого просто места для развлечения по сути в бриндлтон живут же не только взрослые персонажи здесь могут жить и подростки которые могут нуждаться в каких-то хотя бы минимальных развлечениях может быть клуб сюда не вписывается хотя честно я бы наверное влепила но посмотрим если куда-то клуб у меня влезет то может быть и клуб здесь построен но по крайней мере что-то типа бара караоке и боулинга я здесь точно видела поэтому решила сразу все это дело совместить удачно можно будет нанимать бармена можно будет как-то пытаться выходить из ситуации устраивать себе самому интересный геймплей что в принципе довольно интересно поэтому я довольна что я все-таки решилась на то чтобы сделать здесь боулинг и моя голова в очередной раз не остановила и не отговорила меня от этой идеи хотя изначально я думала что здесь не будет боулинга здесь должно было быть кое-что другое но планы мои изменились и я рада что я сделала выбор именно в пользу боулинг клуба караоге клуба и просто какого-то такого знаете заведения развлекательного увеселительный развлекательным в целом я старалась как сохранить атмосферу боулинг клубов потому что там всегда такая приглушенный свет какие-то такие неоновые лампочки что-то там такое висит интересно в общем такие довольно забавная атмосфера всегда в боулинге настраивающие именно на игру на сосредоточение наверное и на развлечения больше в общем вот так получилось в целом мне безумно нравится интерьер боулинга прям я почему-то осталась безумно довольна кстати тоже его очень долго вынашивала в своей голове потом реализовывала и по сути до реализовывала только на камеру то есть за камеру он выглядел немножко иначе но пока я строила на камеру меня осенило скажем так и я добавила тех деталей которых наверное этому боулингу не хватало на тот момент пока я там примеряла предметы за кадром чтобы понимать получается или не получается я в принципе много часто так поступаю за кадром происходит много манипуляций которых вы не видите не знаете я редко о них говорю но за кадром чаще всего я стараюсь полностью практически полностью продумать участок да может быть не до мелочей разумеется нет я не не придумываю себе декор но в основном основную часть предметов я стараюсь себе примерно мысленно раскидать потом какие-то моменты приходят на камеру уже идеи и я их меняю прям в ходе строительства иногда оставляю как придумала иногда наберут наоборот что-то убираю добавляю ну короче всегда по-разному но сам факт что этот боулинг в конечном варианте мне нравится гораздо больше чем было до этого также помимо боулинга и ветеринарной клиники здесь есть некая парикмахерская салон красоты что-то вот подобное не знаю почему пришла такая идея хотя на самом деле этими участками как правило подобного типа заведениями ты пользуешься крайне редко потому что они не очень функциональны но иногда хочется чего-то подобного и я уже кстати строила один салон красоты это было в дель сольвели я вам сейчас тоже прикреплю ссылку на тот видосик это была стройка в дель сольвели там тоже был очень многофункциональный участок и вот там я тоже строила салон красоты и как-то на своем стриме по династии я туда ходила в принципе можно обыграть тем что ты пришел в салон тебе сделали какую-то прическу покрасили волосы можно отнять денежку кодом с бюджета персонажей и таким образом провернуть поход в салон мне в принципе меня такой способ игры вполне устраивает да он может быть не очень реалистичен поэтому я подумала а почему бы в бриндлтон бэй не сделать подобное заведение что разве бриндлтон бэй люди не хотят выглядеть хорошо или там не стремятся быть красивыми либо у них нет таких торжеств которым бы им не потребовалось сделать прическу например или макияж поэтому мне показалось что будет очень интересно сделать здесь такую скажем так парикмахерскую но именно парикмахерскую не салон хотя честно говоря по интерьеру наверное больше похоже на лакшери салон красоты но знаете чем я руководствовалась я заметила один маленький нюанс что допустим в больших городах парикмахерский салон красоты выглядит более просто минималистично и современно красиво то если же сравнивать городские там допустим салоны парикмахерские с более такими провинциальными то в провинции всегда салоны парикмахерские какие-то чересчур вычурные мебель в них вычурные всякие там зеркала и прочие украшения вычурные я не знаю как так работает но возможно люди в провинции стремятся сделать дорого-богато и в их представлении дорого-богато это золото там какие-то вензеля и прочая ерунда к сожалению это не так сейчас дорого-богато выглядит минималистично современные очень просто но вот у некоторых осталось такое понимание что дорого-богато это обязательно все по золото на свете собрать всякие вензеля на стены прилепить все все самое красивое все самое роскошное чтобы прямо кричала тебе что вот я дорогой диван короче я такую особенность заметила поэтому решила здесь тоже применить эту фишку не знаю почему то мне безумно захотелось использовать эту дичайшую мебель из набора путь к славе которую я так редко использую если честно все вот эти диваны с позолотой все эти какие-то не знаю непонятные предметы мебели я их ненавижу вообще использовать в обычной стройке но тут почему-то появилось такое желание я подумала блин ну это же классно почему нет да это провинциальный салон парикмахерская да допустим у хозяйки вот такой вкус и она захотела сделать свой салон парикмахерскую вот таким вот красивым в кавычках да в таком стиле хотя кому-то это может нравиться разумеется я ничего не говорю просто я такой не очень люблю но может же такое быть я решила что да у хозяйки этого заведения просто такой специфичный вкус и естественно в уборной там тоже все дорого-богато золотой унитаз золотые раковины ночью вы увидите на строительстве я старалась прямо знаете на широкую ногу размахнуться мне почему-то хотелось этого кажется получилось довольно симпатичным может быть слегка вычурно но для провинциального бриндолтон бэй самое то мне кажется если вам не нравится вы всегда можете заменить предмет мебели что-то поменять цветовой гамму например либо еще что-то но мне нравится так как получилось я считаю что это прям изюминка вишенка на торте из всего вот строительства общего самое яркое помещение это однозначно салон не знаю напишите кстати в комментариях часто ли вы посещаете такие типы заведений по типу салонов красоты парикмахерских вообще вам это требуется потому что я говорю я как-то пару раз в династии посещала в целом играть так можно но не то чтобы часто ты их используешь потому что все же они не настолько функциональные поэтому вот напишите свое мнение в комментариях просто если вам очень это нравится и необходимо то я постараюсь еще в каких-нибудь городах подобные заведения построить потому что здесь просто пришла идея подумала почему бы нет классно будет смотреться и действительно она смотрится классные крайне редко строю что-то похожее на парикмахерский на салон красоты поэтому иногда это знаете как глоток свежего воздуха построить что-то непривычное для себя придумать какой-то новый классный вычурный даже возможный интерьер как-то все это так сделать чтобы было красиво чтобы сюда хотелось приходить на смену прически на макияжик перед каким-нибудь торжеством например перед свадьбой и перед днем рождением что-то вот такое знаете себе здесь представляю поэтому я считаю что очень даже уместно здесь подобное заведение а вы свое мнение можете написать в комментариях принципе это все что сюда вместилась участок получился действительно очень большим вписывающийся что самое главное в тематику города мне кажется довольно неплохо он смотрится с соседствующими декорациями мне очень нравится я кстати старалась когда придумывала экстерьер участка старалась оглядываться на декорации которые стоят вокруг этого места потому что там очень много идей можно подчеркнуть очень много можно чем вдохновиться и я стараюсь это делать полетать на табуляции пофотографировать себя что-то заскринить чтобы потом иметь представление о том что я хочу видеть на своем участке и принципе мне это безумно помогает поэтому этот район в брендолтон бэй готов полностью готов а кстати по поводу того что здесь еще есть на в этом районе я как-то строила здесь зимний переулок я вам сейчас тоже оставлю ссылку в правом верхнем углу обязательно посмотрите если вдруг не видели на тот момент видос тоже уже довольно давний ну недовольно но давний вот так скажу то есть не вчера это было построено но тоже участок до сих пор мне нравится там кстати участок связанный с торговлей этот участок стоит ровно напротив ветеринарки как раз таки вот тоже можете посмотреть также еще было построено два жилых участка это был зимний большой дом и по моему базовый фармхаус я вам тоже прикреплю ссылку сейчас на зимний большой дом вот посмотрите в правом верхнем углу и чуть позже появится подсказка на видос с осенним фармхаусом базовый фармхаус как там так назывался короче вот и еще один участок был построен мною за кадром это была династийная пекарня и и вы сможете посмотреть на бусте по тегам вводите на бусте в поиске либо я вам прикреплю ссылку в описании обязательно чекните возможно ссылка лежит и ждет вас там в общем этот район закончен мне кажется он получился довольно симпатичным может быть сейчас если на данный момент оглядываться назад я бы может быть что-то где-то местами поменяла я говорю именно об участках которые были построены там годик назад где-то тот же зимний переулок либо же вот эти дома жилые которые сейчас там построены но в целом менять сейчас на данный момент я сильно ничего не хочу может быть со временем когда-нибудь я смогу обновить эти участки но пока меня устраивает внешний общий вид скажем так района и я им довольна сейчас конечно мне хочется задуматься об перестройке других районов потому что в других районах точно также остались участки и также есть еще что построить в других городах что всегда приятно и к тому же еще скоро буквально уже совсем через шесть дней нас ожидает новый город который тоже будет требовать от меня внимание причем довольно серьезного потому что он 12 участков все-таки не 5 не 4 а 12 и как бы это тоже как оказывается занимает довольно большое время эти знаете всегда по-разному я помню когда вышло дополнение загородная жизнь я довольно быстро справилась с перестройка всех участков как-то очень быстро у меня получилось где-то за полгода наверное может чуть больше плюс минус там семь-восемь месяцев я справилась то допустим коппердейл вот уже практически до прошло то же самое время а у меня в коппердейле до сих пор есть что строить как минимум четыре или пять участков там осталось в общем как-то всегда по-разному видимо зависит от того насколько тебе нравится или не нравится город если говорить об хэнфорд он бэкли то это была моя извечная любовь я так долго очень ждала чего-то похожего какого-то похожего городка какая-то знаете правильный провинциально английская деревушка чтобы можно было построить такие милые домики с соломинами крышами у меня было очень много сохранено всяких разных картинок на эту тему и вот когда как раз таки пришел подобный город я была счастлив когда пришел в игру коппердейл это для меня ну типа какой-то очередной очень похожий на что-то город не не что-то особенное да вот поэтому по-разному я думаю что сан секвой будет то же самое потому что город не особенный город которого у нас еще никогда с вами не было ни на что не похож нет он похож на все и сразу огромному сожалению поэтому возможно с ним с его перестройкой тоже немножечко под затянется вообще я пока не понимаю что я хочу от нового города я пока даже еще не сохраняла толком картинки к сожалению к огромному и не стану можете написать кстати в комментариях каком стиле вы видите новый город сан секвой а может быть вы уже себе что-то там придумали потому что я знаю что у меня есть подписчики которые сами себе строят просто вдохновляются моими строительством вот напишите важно ваше мнение что вы себе придумали что вы будете там делать может быть у вас есть какие-то идеи вот потому что у меня показана эти одна идея какие-то типичные американские дома туда больше наверно ничего и не просится нужно смотреть окружение нужно смотреть декорации уже от этого отталкиваться вот но в принципе осталось ждать не так долго шесть дней всего буквально и наконец-то наконец-то я заполучу это долгожданное дополнение которое так долго ждала чтобы уже взглянуть на этих младенцев на эти новые семейные взаимоотношения и прочую ерунду надеюсь мне понравится по крайней мере сейчас я нахожусь в ожидании а что уже будет потом я не знаю честно говоря буду надеяться что все пройдет хорошо и я довольно быстро справлюсь с первым строительством касательно дополнение кстати уже получается на следующей неделе в следующее воскресенье уже будет видос посвященный новому дополнению именно к этому я и начала разговор о новом дополнение потому что дополнение выходит 16 это будет четверг значит 19 марта можно будет воскресенье ждать от меня видео по новому дополнению уже там мы с вами поговорим обо всяких нюансах и уже геймплей успеем пощупать на стриме и все обсудим в общем обсудим и стройку и какие-то моменты в общем там уже будет довольно интересно так что на следующей неделе не забывайте чекать канал проверять уведомления и собственно если вдруг не подписана на группу вконтакте подпишитесь обязательно да там бывает что-то интересное там выходят посты с персонажами с кими-то там постройками периодически еще с чем-то скриншоты туда по щу династины и в принципе там довольно интересно бывает иногда оживленно и из группы вконтакте можно всегда узнать о стриме немножко заранее если вдруг youtube не справляется с рассылкой в общем вот так поэтому подписывайтесь чтобы быть в курсе всех обновлений на канале и не только на канале поэтому уже на следующей неделе будем смотреть на новое строительство в новом городе надеюсь он не все-таки понравится я надеюсь что я не переплюсь от него и не убегу из него сломя голову потому что очень бы не хотелось потерять город да потому что все таки он есть и хотелось бы чтобы он был хотя бы немножко красивым кстати напишите чего хотите в новом городе в первую очередь чтобы я построила конечно наверно в первую очередь это будет какой-то дом потому что всегда я прощупываю новое дополнение на строительстве домов это чуть проще потому что придется делать все в быстром темпе поэтому всегда первым строительством для нового дополнения или игрового набора всегда идет дом но потом что вы хотите потом потому что в следующем ролике просто могу забыть вас об этом спросить вот может быть у вас есть какие-то идеи так что пишите их в комментариях я буду безумно рады все это почитать конечно же с вами пообщаемся в комментариях и собственно выясним кому что нужно в ближайшее время я надеюсь вы рады тому что наконец-то в бринал там б и появилась ветеринарная клиника также я надеюсь что вам будет удобно и приятно в ней играть и с ней не будет никаких геймплейных проблем по крайней мере я их не заметил если будут если что всегда можно пододвинуть и подправить как я уже сказал поэтому те кто просил ветеринарку держите да еще и не просто ветеринарку а многофункциональный участок надеюсь у вас все заведения которые я здесь разместила устроили а если нет всегда можно переделать под себя что-то заменить что-то убрать добавить я всегда это вам говорю поэтому вы вольны творить скажем так из того что я построила вы можете что-то для себя переделать надеюсь вы остались довольны этим участком не забывайте что скачать вы его сможете по ссылке в описании переходя на бусте а на этом я думаю что у меня все потому что я в целом рассказала вам все и про участок и даже успела вот про следующую неделю поговорить что принципе удивительно я думаю что уже следующий видос будет куда интереснее дан в плане типа потому что это будет о чем поговорить и новый горд и эмоции и все выскажутся я выскажусь потому что так мы долго этого ждали поэтому на следующей неделе не забывайте как я уже сказала заглядывать на канал ну а на этом у меня на сегодня все я всех благодарю за просмотр но прежде чем уйти и закрыть данное видео не забывай подписаться на канал и нажать на колокольчик для того чтобы не пропускать следующих роликов также не забывай опускаться в описании чек все ссылки на социальные сети еще если тебе не сложно то можешь поделиться этим роликом со своими друзьями для того чтобы новые зрители узнавали о канале ну а на этом у меня на сегодня все я еще раз всех благодарю за просмотр всем до скорых встреч и всем пока пока увидимся с вами в новых роликах и на новых стримах. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова